В последние два года статистика в России все больше и больше становится секретной информацией. Ну, например, 50% статей расхода российского бюджета и даже больше, чем 50% – это теперь секретная информация. Ну, в принципе, правильно, нечего холопам знать, куда бояре их налоги тратят. Но все-таки кое-что нам еще доступно. Например, стало известно, что в октябре 2023 года уже 8 миллионов владельцев квартир и многоквартирных домов Российской Федерации перестали платить за услуги ЖКХ. Причем перестали платить по причине нехватки денежных средств. А 8 миллионов квартир – это примерно 7% плательщиков за ЖКХ по всей стране. То есть каждая 15-я квартира. Закон существования крупных финансовых систем, к которым, кстати говоря, относится и система ЖКХ, говорит о том, что коллапс в системе наступает примерно тогда, когда 20 и более процентов участников этой системы перестают платить обязательные платежи. Ну, то есть российская система ЖКХ на данный момент находится примерно на полпути к этому самому коллапсу. Ведущий экономист Республики Башкортостан Рустем Шайхметов полагает, что в системе ЖКХ, как и в банковской системе, в которой тоже все очень даже не здорово, будет предпринята некая попытка переложить долги неплательщиков на плечи тех, кто платит регулярно. Ну, тут, как говорится, посмотрим, конечно. На мой взгляд, это приведет только к увеличению тех, кто отказывается от платежей по ЖКХ. Это, конечно, своего рода тупик. Не платить за ЖКХ значит не финансировать вот эту систему ресурсов. Соответственно, система начнет рассыпаться. Но, как говорится, то, что есть, то есть. 7% людей, проживающих на квартирных домах, перестали платить за ЖКХ. Наверное, кто-то думает, что если у канала «Открытая политика» уже более 40 тысяч подписчиков, то канал купается в пожертвованиях. Увы, и, к сожалению, это не так. Меньше 1% наших подписчиков помогают деньгами каналу, но мы ценим и эту помощь, и призываем вас всех помогать каналу материально, сделать это можно единственным способом, перечисляя пожертвования на тот расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем видео и указываем в описании под каждым нашим видео. Заранее всем большое спасибо. Ура, товарищи! Радий Фаридович Хабиров выучил новое слово. И у нас появляется надежда, что он перестанет все подряд называть словом «история». И это самое новое слово – это «палеотивный». Ну, очевидно, что термин этот проник в мозг дорогого Радия Фаридовича во время строительства уфимского хосписа. Ведь термин «палеотивная помощь» означает помощь безнадежно больным и помощь для облегчения их предсмертных страданий. Но Радий Фаридович не заморачивается на такие мелочи, как смысл слова. Для него важнее красота звучания. Ну и, собственно, для него очень важно то, каким умным он кажется, произнося вот эти замысловатые иностранные словечки. За последние месяц-два Радий Фаридович публично использовал слово «палеотивный» 14 раз. А в 15-й раз он его применил в Москве. На этой неделе там был форум «Транспортная неделя». И вот Радий Фаридович сказал, что на «Восточном выезде», цитирую, «остались чисто палеотивные вещи». Конец цитаты. Сейчас остались чисто такие палеотивные вещи. То есть Хабиров хотел сказать, что проекту «Восточный выезд» уже ничем не помочь, но можно, как говорится, облегчить его кончину. Так следует из его заявления. Ну и тут же Радий Фаридович, кстати, попросил еще 2,5 миллиарда рублей у министра строительства Российской Федерации Хуснулина, ну, на то, чтобы, как говорится, видимо, похоронить этот «Восточный выезд». Ну, я не знаю, слово «палеотивный» нам не оставляет выбора. Ну, видимо, действительно, в скором времени похороны этого «Восточного выезда» мы и увидим. Вообще, на минувшей неделе в Москве Радий Фаридович очень суетился и бегал по начальству. Даже добежал до министра иностранных дел и напросился на вручение памятного значка Министерства иностранных дел Российской Федерации за вклад в международное сотрудничество, который ему охотно приколол на грудь скучающий без дела министр иностранных дел Сергей Лавров. А еще на той же самой транспортной неделе в Москве Хабиров возродил идею электротранспорта в городе Уфе. Ну, такое ощущение, что у него есть какое-то расписание. Примерно раз в полтора-два года вспомнить об электротранспорте в Уфе и сообщить, что он наконец-то придумал, каким образом решить эту нерешаемую проблему с уфимскими трамваями. В этот раз он придумал концессию с какой-то фирмой «Мависта», которая зачем-то и почему-то в скором времени, по убеждению Ради Фаритовича, примется перекладывать в Уфе рельсы и запускать по этим рельсам новенькие, красивые и современные трамваи. Ну, никто еще ничего не посчитал, никто еще ничего не подписал, не оценил и так далее, и так далее, но Ради Фаритович уже сообщил нам сумму, которую он планирует освоить на этом деле. Ни много ни мало 20 миллиардов рублей. Ну, аж дух захватывает. Жаль только, что все это очередной треп. Кстати, о пустых разговорах. У Владимира Путина 14 декабря намечена прямая линия. Ну, она же, в общем-то, пресс-конференция, чтобы, как говорится, лишний раз из криокамеры, из бункера не вылазить. И Ради Хабиров уже было собрался повторить тот самый финт ушами, который у него вполне себе прокатил в 22-м году, а именно совместить свою пресс-конференцию, прямую линию с прямой линии Владимира Путина. Ну, тогда ему очень удачно, в прошлом году, удалось поддакивать великому вождю, бегая от монитора к микрофону, и вполне себе даже Ради Фаритович заумного сошел. Но в этом году из Кремля Хабирову категорически и настрого запретили этот фокус. Видимо, в Кремле считают, что балаган, который устраивает Хабиров с этой прямой линии, и абсолютно несовместим с масштабами личности вождя нации. Разоблаченный Хабиров вынужден был назначить свою прямую линию, беру это слово в кавычки, на 29 ноября. Теперь ему придется обойтись привычными двумя словами, видимо, история и палеотивная помощь, отвечая на заранее разработанные идиотские вопросы про Чаковской. Ну, главное, чтобы на эту прямую линию со своими вопросами не прокрались лжецы и негодяи типа меня. Потому что они же начнут задавать каверзные вопросы. Так что, ну, в любом случае, будем ждать 29 ноября, когда намечена вот эта самая прямая линия ради Хабирова. В любом случае, мне придется ее внимательно посмотреть, ну, и я вам расскажу, что же там на ней было. Описание главных событий прошедшей недели в Республике Башкортостан все больше и больше смахивает на какую-то криминальную сводку. И в этой криминальной сводке фигурируют вовсе не разбойники, убийцы, насильники и прочие кровопийцы, а все чаще и чаще фигурируют члены той самой команды Х. И тут, как говорится, вопрос, кто из них хуже друг друга. На этой неделе с обысками пришли к руководителю комитета по делам молодежи и молодежной политики Яне Александровне Гайдук. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту, обращаю внимание, по факту злоупотребления должностными положениями в Госкомитете и Республиканском центре волонтерского движения, любимым и единственным, пожалуй, детища той самой Яны Гайдук. На данный момент следствие не разглашает результатов следственных действий, а именно обысков по месту жительства и по месту работы Яны Гайдук. Кстати говоря, это следствие весьма гуманно отнеслось к самой подследственной, и, как сказать, даже в тюрягу не посадили, в кандалы не одели, а всего лишь-то взяли подписку. Но любопытная истерическая реакция свежеобысканной чиновницы. Видимо, руководствуясь давним девизом молодежных движений в Республике Башкортостан, слабоумие и отвага, фрау Гайдук заявила, что следователи и следственные действия Следственного комитета и ФСБ это, цитирую, провокация, и что, по мнению той самой Гайдук, Следственный комитет и ФСБ, цитирую, занимаются фигнёй. Ну, наверное, надо подождать теперь реакции оплёванных силовиков и послушать, что скажет эта самая Гайдук, после того, как выяснятся все подробности финансовой деятельности её развесёлого комитета, который, как говорят люди близкие к вопросу, давно превратился в дорогостоящую бюджетную тусовочку золотой молодёжи. А ещё на минувшей неделе Верховный суд Республики Башкортостан в апелляции ожидаемо снизил чудовищные сроки вице-премьеру правительства Беляеву и министру правительства Кучербаеву. Им дали теперь 2,2 и 3 года колонии-поселения, соответственно. Ну, лично я никогда не желал этим прохиндеям сгонить в тюрьме. Это уж слишком много, как говорится. Важнее подтвердить неизбежность наказания. Вот принцип здесь важнее результаты. Для всех членов команды Х это наказание должно быть неотвратимым. Ну, собственно, так и произошло. Что имеем в зачёте у Хабирова сейчас? Плюс 2 министра-уголовника. Ну, а ведь как бы всё было очень даже мило в самом начале. Когда только-только ещё забрали Беляева и Кучербаева, Хабиров сурово заявил, что своих не сдаём, и что, мол, надо Фокса идти скетчи выручать. А на оперативке тогда он и вовсе объяснил отсутствие Беляева и Кучербаева, так, цитирую, они порешают там свои вопросы и вернутся. Ну, ага. Ну, годик так, через три, наверное, вернутся, дорогой Радий Фаридович. А скорее всего, на самом деле, не вернутся. Ведь придётся теперь увольнять их. Вот хочешь, не хочешь, но всё ещё на сайте министерства Кучербаев числится министром. Ну, довольно-таки, скажем так, сомнительная ситуация. Уже подтверждённый решением Верховного Суда уголовный преступник Кучербаев всё ещё министр в Республике Башкортостан. Вообще непорядок. Как иллюстрация, многообразие правосудия в Российской Федерации, наверное, лучше всего подходит одна очень странная и, ну, наверное, трагикомическая история, которая приключилась вот на этой же неделе в аэропорту города Уфы. Гость Уфы из Краснодарского края попытался украсть из сувенирной лавки лисью шапку за 22 тысячи рублей. Ну, был пойман транспортной полицией, арестован, и вот ему теперь реально дадут от полутора до двух лет настоящей колонии. Не то, что Беляеву и Кучербаеву за 91 миллион ущерба дали от двух до трёх лет колонии-поселения. Ну, а тот, кто знает, понимает, что колония-поселения это вообще не та колония общего режима, которую получит вот этот похититель лисьей шапки. Ну, вот так вот по-разному у нас бывает. А вот Ильдара Юланова, генерального директора Башкира Автодора, и его подельников с Кичи на этой неделе выручить не получилось. Дорогой Радифаритович, как не бился, как не договаривался, но ничего не вышло. Верховный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения этим злодеям, опасаясь, что подследственные окажут воздействие на участников следствия. Ну, собственно, злодеи остаются в СИЗО как минимум до боя курантов 31 декабря 2023 года. Мысль о том, что регионом управляет не структура власти, а некая ОПГ, это уже в Башкирии даже не мысль, а скорее это даже уверенность большинства мыслящего населения. Подобная репутация, конечно же, не может не тревожить тех, кто притворяется властью в республике Башкортостан, и, видимо, потому истошно заголосили на все лады платные болельщики команды Х. Ну, что, мол, дескать, даже представить себе невозможно, чтобы целым регионом управляли какие-то преступники. Ну, собственно, а что тут представлять? Просто взгляните на список арестованных, обвиненных и посаженных членов команды Х. Список этот очень длинный. Ну, и делайте выводы. Выражаясь понятным для команды Х языком и терминологией, на минувшей неделе заместитель министра строительства Артем Ковшов завернул бугру-паганку. То есть, подставил дорогого Радио Феоритовича, а именно Артем Ковшов подтвердил, что обязательства, данные Хабировым лично Владимиру Путину, решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году, выполнено точно не будет. В частности, Артем Ковшов сообщил, что объект жилого комплекса Дуслык, ну, тот самый дом смерти на улице Кирова в Уфе, если и будет сдан, то в лучшем случае в первом квартале уже 2024 года. И это, как говорится, тоже не точно, потому что, по словам Ковшова, до конца не решены все юридические вопросы с застройщиком, которые активно противодействуют благодеяниям Министерства строительства Республики Башкортостан. А ведь, собственно, вот этот дом смерти, пресловутый объект в центре Уфы, не единственный объект, по которому не найдено решение проблемы обманутых дольщиков. Как там дела, например, в жилом комплексе Московский? Всем все выплатили, проблем нет? Ну, или, например, в том же самом Миловском парке. Все до единого дома закрыты по вопросам обманутых дольщиков. Не уверен. Дела у нас в республике, все чудесатие и чудесатие. Центр противодействия экстремизму МВД Республики Башкортостан на минувшей неделе назначил проведение лингвистической экспертизы видеоролика сотрудника проекта БСТ дознания Арслана Нигматьянова. Ну, он же тот самый Арслан Н. Внимание полиции привлекли высказывания Арсланчика о некой ублюдочной культуре, которая так противна господину Нигматьянову. Надеюсь, что экспертиза это не будет поручено специалистам Филфака БГУ, а то неравен час в Башкирии могут признать возможным и допустимым именовать чью-то культуру ублюдочной. Такой риск существует, но, надеюсь, этого не случится. Что же касается самого Арслана, то, как известно, этот носитель лика Путина на своем теле, в прошлом сотрудник одного из штабов, чье имя запрещено называть на всем пространстве православного мира, этот Арсланчик похоже, ну, как говорится, пошел по рукам. Сначала его пользовал иноагент Мурзагулов, потом патронировал азат-солдат. Ну, а теперь он уже, видимо, по наследству достался Шамилю Валееву и Уралу Кельсинбаеву, но новые покровители, судя по всему, не усмотрели за слово хотливым Арсланчиком и, вот, как говорится, случилось то, что случилось. Ну, каких только людей на БСТ не держат. Ну, или только таких и держат. Кстати говоря, стоит напомнить, что в 2021 году в отношении непоседа Арсланчика уже заводилось уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, вот, после вот этого случая с распылением перцовки около памятника Салават Юлаеву. Но тогда как-то тихо и незаметно это уголовное дело было прекращено, причем через полгода и без всякой огласки. Ну, посмотрим, как сейчас будут работать сотрудники Центра противодействия экстремизму, насколько они непредвзято и честно отнесутся вот к этой всей ситуации. Посмотрим, можно ли чью-то культуру в Республике Башкортостан называть ублюдочной. В Уфе всю минувшую неделю бушевали страсти и всяческие схематозы. Уфимская мэрия варварски вырубила деревья в центре Уфы и сам же мэр Уфы решил, что как-то перестарались. Ну, тут же Мавлиев решил сделать вид, что он тут ни при чем и во всем виноваты вот эти вот безмозглые подчиненные. На оперативном совещании в Горсовете Мавлиев орал, как не в себя на подчиненных, что нужно сначала объяснить вот этим тупоголовым жителям города Уфы всю благотворность и полезность вырубки деревьев. Ну, привыкли эти жители Уфы вот к этим деревьям. Ну, что с ним поделаешь? Объясните им, что рубить все подряд это полезно и очень даже хорошо. Ну, попутно мэрия раскрыла свой план, по счастью, озеленение города. План такой. Рубим 4 тысячи нормальных взрослых деревьев и сажаем, внимание, 40 тысяч крупномеров и кустарников. Меня зацепило слово кустарников. Соотношение между крупномерами и кустарниками вот внутри этих 40 тысяч никак нигде не указывается. Я уже молчу про то, что Уфимская мэрия почему-то называет крупномерами вот этот полуметровый прутик, воткнутый погибать в сухую или мерзлую землю. Ну, кстати, средняя цена вот этого крупномера, берем это слово в кавычки, по версии Мавлиева, между прочим, составляет 35 тысяч рублей. Ну, оцените масштаб. Затея Мавлиева с миллионом фиалок, как бы высаженных неведомо где по весне, пожалуй, что меркнет на фоне вот этой затеи с 40 тысяч крупномеров и кустарников. Не отпускает молодое дарование, которое почему-то считается мэром Уфы и тема освещения города. Видимо, закончив с энергосервисным контрактом на 44 тысячи нефтекамских светильников, Мавлиев сразу же начал освещать город еще ярче. Теперь он решил прикупить на 296 миллионов еще этих самых нефтекамских лампочек и осветить южный въезд в город Уфу. Особенно ярко почему-то подсветят дом номер 16 на улице Бехтерева. Но интересно, когда уже вот этой электроламповой вакханалии заинтересуются те, кто на самом деле должны этим делом интересоваться. Я имею ввиду следователей следственного комитета, ФСБ, МВД или кто там этим занимается. Пока Мавлиев развешивает лампочки где придется, город Уфа продолжает задыхаться в невиданных ранее пробках. Такого в принципе не то, что при Хамитове и Елалове не было, такого вообще никогда не было. Но вопреки укорам дорогого Радио Фаритовича улицу Пушкина вовсе не заковыряли обратно. А даже совсем наоборот расковыряли еще больше практически по длине целого квартала. И собственно это судьба не только улицы Пушкина, это судьба десятков участков дорог в городе Уфе. Как только наступает зима, начинают ковырять асфальт. Ну и что же там Мавлиев вот в этом замечательном городке? А Мавлиева обуяла зависть. И не кому-то там, а к самому Адаму Рамзановичу Кадырову. Вот у Адама папа так папа, молодец, каждую неделю по ордену. А Мавлиеву только всего лишь по почетной должности каждую неделю. Да и то каждую неделю не получается, все больше похоже, что раз в месяц. В ноябре Ратмир Рафилович стал вице-президентом Союза Российских Городов. Оцените масштаб. А еще месяцем ранее он возглавил Ассоциацию Городов по Волжье. Ну это, конечно, очень нарядно звучит, но может быть пора уже работать начинать, а? Пять лет назад, в 2018 году, наш канал занимался проблемой варваровского складирования нефтешлама в Билибее. Ну тогда при помощи местных активистов и людей ответственных удалось худо-бедно с этой проблемой в Билибее справиться. Ну и вот как говорится опять. У стен Башкирского Белого Дома появился пикетчик, требующий предотвратить нефтешламовую экологическую катастрофу уже в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Ну, краем уха я слышал, что речь идет о неком ООО СНЭКО, но у меня об этом мало информации, утверждать пока ничего не берусь. Но, тем не менее, проблема нефтешлама появляется теперь в Туймазинском районе. Вообще, с нефтешламами, а это такая смесь земли и нефтепродуктов, вот эта вот проблема, она очень похожа на проблему с твердобытовыми отходами. Схема примерно та же. Сначала берете много-много денег за сложную, энергозатратную и наукообразную переработку отходов, а потом просто тупо сваливаете где-нибудь неподалеку на окраине города, это все дело в кучу. Ну, собственно, так делают, например, с твердобытовыми отходами в Бирске. Их сваливают в окрестных лесах, но жители собирают деньги за утилизацию. Очень прибыльное дело, очень. Ну, куда только советская милиция смотрит в Туймазах, совершенно непонятно. На этой неделе в телеграм-канале «Открытая политика» мы провели очень непростой и важный опрос. Целью этого опроса было выяснить, сможет ли Ради Хабиров эффективно агитировать на выборах Владимира Путина в марте 2024 года, или Хабиров наоборот будет только вредить имиджу вечного президента Российской Федерации и вот этот вопрос мы как бы в определенной форме задали нашим подписчикам. В опросе поучаствовало почти 1300 человек. Ну, и, собственно, вот результат этого опроса. 10% опрошенных заявили, что проголосуют хоть за Путина, хоть за черта лысого, если их об этом попросит Ради Фаретович. 7% опрошенных заявили, что если Хабиров будет агитировать за Путина, то они точно проголосуют против Путина. 14% опрошенных заявили, что проголосуют за Путина вне зависимости от позиции и убеждений Ради Хабирова. То есть, это ядерный электорат Путина. 14%. Ну, и абсолютное большинство опрошенных, 69%, заявили, что за Путина не будут голосовать ни при каких раскладах и о чем бы там просил или не просил их Ради Фаретович. Выходит, что Путину от Хабирова в Башкирии только один вред. Ну, как минимум на 7%. Хотя, на самом деле, это все не совсем так. Это было бы так, если бы выборы наши были на самом деле выборами, а не бюрократической процедурой, как метко выразился пресс-секретарь все того же Путина Дмитрий Песков. Завтра, 19 ноября в 21.00 состоится 95-й стрим открытой политики. Прошлый 94-й стрим собрал рекордное число просмотров за 2023 год среди стримов. Потому, как говорится, призываю вас не опускать планку. Присылайте свои вопросы заранее в комментариях вот к этому нашему сегодняшнему видео. Я обязательно их все прочитаю и постараюсь на них ответить. Обязательно завтра в 9 вечера подключайтесь к нашему стриму и мы можем пообщаться в чате. В общем, должно быть интересно, потому что в Республике действительно происходит много интересного и вопросов тоже очень много. Не забывайте пожалуйста ставить лайки под нашим видео, если оно вам понравилось. Обязательно подпишитесь на наш канал в Ютьюбе, если вы все еще не подписаны. И конечно же подпишитесь на Яндекс Дзен Открытая Политика, на Телеграм канал Открытая Политика. Можно подписаться даже в ВКонтакте и Одноклассниках, но это необязательно. Ютьюб, Телеграм и Дзен это те каналы, которые дают не всегда одинаковую информацию, у нас есть некое разнообразие, так что не поленитесь, подпишитесь и вы будете получать всю полноту информации, которую мы предлагаем вам. субтитры